Реальность на канале Репортер 73. Каждый день вечера утра мы рассказываем о значимых событиях Ульяновской области. В студии Екатерина Терещенкова смотрите сегодня в программе. Зона экологического бедствия. Солярка в родниках. Площадь нефтезагрязнения больше, чем предполагали. Когда Винновская роща смоет с себя пятно. Площади больше, возможности шире. Резидент ПОЭС. Защита для обороны. Отечественные материалы, современные стандарты и высокие результаты для высоких полетов. 38 лет помним. Подвиг во имя жизни и страшный урок человечеству. 26 апреля. День памяти о Чернобыльской катастрофе. Затянувшийся многомиллионный проект. Причина беспокойства и экоактивистов. И, по одной из версий, повод для отставки главы профильного ведомства. Споры вокруг масштабной рекультивации Винновской рощи не стихают уже почти полтора года. На каком этапе сейчас находятся работы? Когда планируется их завершение? И сколько дополнительных средств еще уйдет в землю? Выяснил Антон Кузьмин. После долгих обсуждений и экспертиз рекультивация Винновской рощи стартовала. В начале 2023 года 256 миллионов рублей из федерального бюджета поступили по программе оздоровления Волги, реки, в которую впадают многочисленные родники Винновки. Много лет существовавшее на территории парка нефтезагрязнение, истинной причиной которого установить не удалось и по сей день, внезапно стало угрожать экологии реки. Разработанный московской фирмой проект подразумевал деликатный подход к очистке особо охраняемой природной территории малыми силами, ручным трудом, без тяжелых средств механизации и вреда экосистеме рощи. Эпицентр рекультивации сейчас выглядит вот так, как место техногенной аварии. Низина засыпана камнем, по ее кромке забор, а вот там вдалеке стоит одинокий экскаватор. Сейчас пятница, 12-30 рабочих на месте не оказалось. Когда работы полностью закончат, место раскопок обещают скрыть под грунтом, а затем засадить деревьями. Но процесс вновь встал этой зимой. На этот раз из-за увеличившейся зоны работ специалисты выявили 17 новых родников со следами нефтезагрязнения. Сейчас идут работы по геологическим и экологическим изысканиям. Определяется объем этого грунта дополнительного. Ну, я думаю, где-то недели через две эта работа закончится. Что касается засыпки, озеленения и прочее, тут, по-моему, преград сейчас нет. Сейчас по основному проекту все сделано. Изолированы 33 ручья и пруд. Средства на гидроизоляцию новых родников снова выделят из федерального бюджета. Сколько именно, пока не ясно, но не больше 10% от суммы. То есть около 26 миллионов рублей. И довести дело до конца нужно будет в этом году. Показатель Министерства природных ресурсов Российской Федерации нам перенесло только на 2024 год. Соответственно, все работы мы завершаем по окончаниям сезона. То есть край, когда мы должны произвести уже благоустройство, это сентябрь, либо начало октября. Мы понимаем, что мы должны уложиться. Продолжать начатое будет тот же подрядчик, вопросы к методам которого ранее возникали у природоохранной прокуратуры Ульяновска. Летом прошлого года по запросу производителя работ на территории особо охраняемой природной зоны под бензопилы пошли больше 200 деревьев. Их вырубку сотрудники прокуратуры признали незаконной. Антон Кузьмин, Павел Асланиде, репортер 73. Тема природопользования от полезных ископаемых до оползней той же Виновской рощи, чистой воды и лесопроизводства звучали и на финальном отчете Кабмина в общественной палате региона. О том, как в прошлом году работали ульяновские ведомства и Министерства имущественных отношений, природных ресурсов, АПК, ветеринарии, министры докладывали в разной тональности. Бодрости было меньше, когда общественники задавали острые вопросы. Об оценке, которую гражданский контрольный орган поставил зеленому блоку правительства, далее. Меньше всего вопросов у общественников возникло к работе Министерства имущественных отношений области и агропромышленному комплексу. В случае с аграриями, несмотря на рекордные показатели урожайности, по благосостоянию фермеров уже четвертый год бьет недофинансированность отрасли. Растут затраты на производство продукции, падает уровень рентабельности. Сказывается закредитованность, износ техники и снижение закупочных цен на зерно. По объективным причинам вывести отрасль из кризиса возможно лишь путем серьезных денежных вливаний. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве региона. Самостоятельно выходить из другого кризиса, кризиса управленческого, в этом году придется региональному Министерству природных ресурсов. При смене руководства в приоритете также остаются выполнения обязательств региона по экологическим нацпроектам. В этом отношении бельмом на глазу остается Винновская роща и Красноярский мусорный полигон. Завершить работы на обоих объектах планируется в этом году. В случае с Красноярской свалкой потребуется восстановление контракта. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Ведется регулярный мониторинг выполнения работ на данном объекте. Планируется подписание дополнительного соглашения о финансировании объекта, обеспечен в размере 100%. Замечания к работе агентства ветеринарии лишь одно. На протяжении многих лет нерешенным остается вопрос приютов. В их работе контрольные органы ежегодно фиксируют нарушения. Мы обращаемся к вам за диалогом. Поэтому отписка – это не что иное, как просто наплевательское отношение к тем людям, которых мы представляем. Если мы такие отписки получаем, то вопрос получается нерешенный. Потом нам же придется постфактум разбирать какую-то очень актуальную, острую проблему. Отчет каждого из ведомств в общественной палате признали удовлетворительным. Портовая особоэкономическая зона ПОЭС – важный федеральный проект для нашего региона, который позволяет компаниям воплощать в жизнь инвестиционные программы на выгодных условиях. На территории ПОЭС действуют 52 резидента. Спектр деятельности – от авиастроения до производства электрооборудования. Благодаря этому создаются новые рабочие места. Развивается экономика региона. С октября 2023 года к деятельности в ПОЭС приступила компания, производящая средства специальной защиты. Работа кипит, производство налажено. На предприятии создается важнейшая для авиационной сферы продукция. Работа имеет свою специфику. За станками с ЧПУ работают исключительно профессионалы. Может показаться, что вроде ничего сложного. С той до кнопки нажимая, но нет. Это все-таки нюансы профессии очень такие специфические. То есть определенный склад ума должен быть. Оборудование с числовым программным управлением дает возможность для творчества любому мастеру. Внедряя его в свой производственный процесс, предприятия могут в разы увеличить КПД. Именно это и произошло. В прошлом году мы провели такую серьезную модернизацию. Было приобретено достаточно, для нас существенное количество металлообрабатывающих центров ЧПУ. Парк оборудования предприятия вырос в три раза. Само предприятие образовано в 2004 году. География от Калининграда до Владивостока. В авиации главная безопасность пилота и пассажиров. Основной продукт производства – средства защиты. Предприятие полностью ориентировано на гособоронзаказ. У нас два основных направления в производстве. Это металлообработка. Можете ознакомиться. Наши фирменные изделия, которые мы в России производим только в наше предприятие. Это авиационные огнетушители, которые устанавливаются на всю авиационную технику, которая разработана в России. Элементы систем жизнеобеспечения, средства катапультирования, защитные шлемы, композитные элементы. Используются исключительно отечественные материалы. Мы пользуемся субсидиями, которые выделялось Министерством промышленности и развития. Также взаимодействуем с Центром развития промышленности, который оказывает нам консульционные услуги и поддержку. Компания ведет переговоры на поставку металлопродукции для «Авиастара». Планов много, а новые площади позволят увеличить производство минимум в три раза. 38 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупная техногенная авария, которая навсегда определила судьбы сотен тысяч людей и оставила неизлечимые раны в сердцах миллионов. Масштабы трагедии могли быть более тяжелыми, если бы не героизм, мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии. Многие ценой своей жизни остановили распространение радиации. Память героев Ульяновской области почтили торжественным шествием и возложением цветов к памятнику «Колокол Чернобыля». Во имя жизни и благополучия других в числе ликвидаторов чернобыльской катастрофы были наши земляки. Один из них Владимир Фролов. В тот год он проходил срочную военную службу в Москве. Новость о трагедии до дивизии дошла быстро. Вместе с командованием оценили масштабы. Решение было одно – срочно отправляться на подмогу. Это очень трагическая дата. Авария такая сама по себе очень страшная для мирового сообщества была. И ее нужно было ликвидировать любыми силами, средствами, чтобы дальше не распространилось. Потому что загрязнение произошло пол Европы и большие территории произошли. Многие сослуживцы остановили распространение радиации ценой своей жизни. Другие безвозвратно поплатили здоровьем. Более полумиллиона ликвидаторов получили высокие дозы радиации. Более трех с половиной тысяч героев были из Ульяновской области. В 1986 году в Чернобыле. В 18 лет как помер. Онкология была. Приняло там болячку. Вот его забрали в Чернобыль, когда он был там пять месяцев почти. Приезжал. Он такой своим впечатлением, что помогал страну в трудную минуту. Это для меня очень трогательно было. Я всегда гордилась с ним. Все-таки, да, действительно, это, наверное, подвиг. Их и зная, что можешь не вернуться. Что можешь получить. Ну, уже знали, что получить обучение. И поэтому я считаю, что должны помнить. Герои о тех страшных дней не забыты. Те, кто сегодня имеет статус ликвидатора, регулярно получают в Центре профпатологии лечебно-диагностическую помощь. С 2016 года масштабные мероприятия прошли. Мы закупили много оборудования современного. В прошлом году мы купили холтер для того, чтобы сердечно-сосудистые заболевания мониторировать суточные деятельности сердечной деятельности. И мы, конечно же, очень рады, что в 2022 году нам удалось полностью переосносить нашу лабораторию. Серьезный урок всему человечеству. Такое повториться не должно. Колокол Чернобыля звучит в наших сердцах. Жива память о вечном подвиге героев. Когда из-за человеческой ошибки атом перестал быть мирным, тысячи граждан СССР бросились устранять последствия самой крупной аварии в истории атомной энергетики. Ликвидаторы, прошедшие через горнила той катастрофы, сегодня напоминают, что любое техническое благо может в одно мгновение обернуться против своего создателя. «У вас критическая доза! Уходите!» – кричали ему, но он остался. Мужественный человек, прошедший через сложные испытания, как моральные, так и физические, в зоне одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества, поделился с курсантами МЧС своей историей. 26 апреля 1986 года в аэропорту Борисполь, недалеко от Киева, приземлился самолет из Ульяновска. Специалист по гражданской авиации Николай Колышкин доставил медикам из Москвы приборы и комплектующие. Сдав груз, он остановился в гостинице, пытался узнать, что вообще происходит, но до определенного момента не получал внятных ответов. Когда он добрался до Припяти, попал в настоящий кошмар. Я уже слышал, уже сарафанное радио, уже слышал, что там в Чернобыле произошло. Ну, говорят, то ли пожар, то ли что такое. Я этому вниманию не придал. Думаю, да у меня комендировка сейчас, если там может и радиация, то быстро отмечу и Киев. И буду ждать спецсредств другой, оборудование загружать и улечу домой в Ульяновск. На 1 мая буду дома. Не тут-то было. Уже на месте понял. Руководство, чтобы не сеять панику среди людей, говорит об аварии, хотя понимает, что это катастрофа. В Припяти царил хаос. Люди спрашивали, что случилось? Им отвечали, какой-то пожар. Никто тогда еще не произносил слово «катастрофа». Николай Павлович решил продлить свою командировку и остался в Припяти. Птицы, ребята, не было. Тишина была. Все птицы улетели. Мелкие самые птицы, воробишки, понимаете. Черемы хоть свела, красивый город. Все улетело. Тишина. 27 апреля Николай обследовали специалисты по дозиметрии и провели дезактивацию с помощью русской бани. Отправили в медсанчасть, прокапали и выдали специфическое лекарство – Б-190. Предупредили, что из-за воздействия взбесившегося атома он получил серьезную дозу радиации. Николай не собирался убегать, получая подваринт гена смерти ежедневно. Я говорю, а что я себя нормально чувствую? Ну, тошнота, рвота, все. Подумаешь, прокапали, помогли опять на площадку грузить. Работали мы по 14 часов, а то и больше. 2-3 часа спали, не более. Вертолеты нам привозили из чистой зоны еду. Мы там кушали, там отдыхали практически на траве. Уже 28 апреля вместе с монтажниками Южно-Теплоэнергомонтажа на пляже засыпал песок в мешке и грузил в вертолет. Затем груз сбрасывали на пылающий энергоблок. А 29 апреля стал свидетелем первых официальных похорон. Скончался монтажник, сильно облучившийся во время работы. Он выполнял ту же задачу, что и Николай. 10 мая у меня набрал столько, что нельзя было мне больше оставаться. Хотя сказочный пьянерский лагерь, там жили уже сотрудники ЧАЭС, вот эта правительственная комиссия, они потом переместили их туда, город Чернобыль, 18 километров от Припяти. И мне сказали все, дезометрист, сказали все домой. И я улетел домой. Проблемы со здоровьем дали о себе знать через десяток лет. Память о роковых событиях искала выход. Однажды в газете увидел ноты и текст песни о событиях весны 1986 года. И тут же перед его глазами пронеслись все пережитые им события. Николай показал стихи своему земляку, ульяновскому композитору Валерию Дроздову. Валерий Павлович проникся и решил создать музыку на эти стихи. Так в прошлом году появилась новая песня со старым смыслом, о величайшей техногенной аварии, ставшая настоящим гимном всем, кто столкнулся с последствиями этой катастрофы. Скорая помощь СВО. Ульяновский фельдшер 3-й подстанции скорой медицинской помощи Альберт Ксейдинов в августе прошлого года отправился добровольцем в зону спецоперации. Прибыв в точку конфликта, убедился со знаниями дружен, в службе нужен. После ранения Альберт вернулся на малую родину и встретился с моей коллегой Татьяной Домодановой. Закрывается дверь скорой, а портал помощи ульяновского фельдшера Альберта Ксейдинова всегда открыт. Так повелось с детства. У меня сестренка в маленьком возрасте заболела. Заболел живот у нее. Впоследствии оказалось, что у нее аппендицит. Боли у нее были, она плакала. И как бы решил встать. С этих моментов в голове возник план. План, как влиться в медицину, реализовал последовательно. Ульяновское медучилище, заведование Радищевским ФАПом, работа в районной скорой. Полноценно откликнуться на профессиональный призыв помешал призыв. Альберт, вы попали на срочную службу. Вам было всего 19 лет. Юноша, молодой совсем. Сначала на Украине, я так понимаю, на Украине послужили. А потом на полтора аж в Грузию, а там военный конфликт. Было ли страшно? Было заминировано в то время, я имею в виду. Какие-то части там. Ну, не так остро ощущалось. Были и раненые, и просто больные. То есть мои знания, они пригодились. Перемещается скорая, вспоминаются конкретные ситуации. Дело было в Грузии. В госпиталь доставили раненого с раздробленным коленом. Чтобы его поддержать, я как бы пытался шутить. Я говорю, Александр, нужно сделать вам обезболивающий. Он говорит, ну а куда? Как бы одни с недалеки. Я как бы пошутил, что в глаз. Нужно сделать инъекцию. Он с серьезным лицом потом, значит, согласился на эту процедуру. Вернулся в нашу часть через два месяца. И как бы со словами благодарности. И мой как бы статус поднялся. Тогда Альберт еще не подозревал, что суровые военные будни в его жизни повторятся. Гораздо позже, после 30 лет интенсива на скорой в качестве фельдшера. Вной локации и, как говорится, по собственному желанию. В августе 2023-го уважаемый медик-семьянин, отец двоих детей, ушел добровольцем в зону спецоперации. Оказался в добровольческом батальоне. Сначала как штурмовик, а позже возглавил медслужбу. Могла эвакуация, транспортировка раненых задерживаться из-за обстрелов и бомбежек. И приходилось их стабильное состояние поддерживать в том месте, где они находились. Бывало, что и неделю, и четверо суток. Зачастую требовались врачебные и хирургические манипуляции. И тогда фельдшер Ксаединов связывался с заведующим родной третьей подстанции скорой помощи доктором Золотаревым. Консилиум подстраховывал в самых тяжелых случаях. А всего за 7 фронтовых месяцев Альберт помог 2000 раненых. Во многом благодаря гуманитарной помощи от коллег. Он нам писал именно конкретно те вещи, которые было тяжело ему там достать. То есть некоторые все-таки медикаменты есть такие достаточно специфические, они не очень распространены. То есть мы именно свои подстанции, друзей я своих привлекал, мы именно собирали то, что ему, так скажем, узконаправленно было нужно. И вас тоже ведь пуля не миновала, да? Нет, не пуля, а осколок был, минно-зарывная тоже травма в бедренную часть. Попал сначала в Луганск, меня отправили на транспорте. Оттуда вертолетом переправили в Ростов-на-Дону, там уже как бы проходил восстановление. И буквально месяц назад вернулся на исходную в Ульяновск. В день приезда, рано утром, так получилось, что я как раз приехал, и Денис Александрович на работе был, и у меня как бы сразу к нему. Татьяна Домоданова, Максим Архипов, репортер 73. В начале недели на главной площади Ульяновска стартовали репетиции парада, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Параллельно с этим парады, но уже в камерном формате, проходят во дворах, прямо под окнами героев-ветеранов. Традиция, родившаяся в ковидные годы, прижилась. В сложных условиях пандемии, когда запретили практически все массовые мероприятия, мини-парады начали проходить под окнами тех, кто, не жалея себя, приближал Великую Победу. С тех пор ежегодно, в преддверии 9 мая, ульяновские дворы превращаются в площади. И пусть ковидные ограничения уже давно пали, ветераны продолжают принимать поздравления прямо около дома. С праздником пожелать хотелось бы вам самое главное крепкого здоровья и долгих лет жизни. График поздравительных команд достаточно насыщенный. За один день оркестр, парадный строй и юнормейцы успевают проехать несколько адресов, поздравить нескольких ветеранов. Смейсь! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Уважаемый Михаил Иванович, почетный караул в честь 79-й годовщины Победы Великой Отечественной войны построен! Дроны, как компьютеры, смартфоны и другие технологические устройства стали неотъемлемой частью жизни людей. Прогресс не стоит на месте и в случае с квадрокоптерами это правило также применимо. С развитием технологий в отрасли в целом появляются новые направления в самых разных сферах, в том числе в спорте. Воздушный старт прошел накануне в Ульяновске с подробностями Павел Петриков. Что такого видит этот сосредоточенный парень в футуристичных очках? Скорость и полет транслирует ему передатчик с квадрокоптера. Пилот наблюдает за происходящим в режиме реального времени и соответственно управляет дроном, получая видео с камеры. Весьма захватывающе. Авиатура SPV, это переводится как вид от первого лица, то есть мы подключаем аппаратуру к дрону и очки. Можно настраивать резкость, качество камеры. Гибкие настройки пилот подбирает под себя. Захар почти год увлекается гонками дронов. Подход, что к участию в соревновании, что к самому хобби весьма философский. Занимаюсь, потому что мне это нравится. Мне нравится то, что нет у человека, что можно летать. Главное, как он говорит, не победа и даже не участие. Чем чаще вы летаете, тем лучше вы летаете. Это аксиома. Опыт, полученный за время соревнования, не потеряется и не иссякнет. Это самый ценный приз. Хотелось бы, конечно... Хочу, чтобы у нас гораздо больше площадок было для экспиведронов. И они, несомненно, появятся. С этого года Ульяновская область вошла в список пилотных регионов, где откроют специализированные классы и центр практической подготовки в сфере беспилотных технологий. 17 школ и колледж оснастят для занятий по разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Данное направление сегодня в нашей стране и в нашем регионе является достаточно актуальным, потому что дает возможность проявить те навыки, которые сейчас становятся достаточно востребованными. Это умение пилотировать, которое необходимо в различных сферах жизни. Это и в сельском хозяйстве, в экологии. Забота об окружающей среде сейчас не обходится без этого. В соревновании пилотам необходимо преодолеть трассу на скорости 100 км в час. С ее многочисленными виражами и препятствиями. Это самый молодой вид спорта Российской Федерации с апреля прошлого года. Он попал в реестр официальных видов спорта. И сегодня в регионе создано региональное отделение Федерации гонок дронов России. Соответственно, мы занимаемся организацией, проведением, популяризацией этого нового вида спорта, технологичного вида спорта. Состязались в трех дисциплинах. Симулятор гонок дронов, гонки на квадрокоптерах класс 75 мм и класс 200 мм. Захар говорил, что главное не победа, но взял и победил. С ним представлять наши регионы и тапках Кубка России в Самаре и Москве поедут еще два победителя. Дмитрий Ялынич и Егор Дергунов. Петр Ильич Чайковский. Композитор, чье имя известно далеко за пределами России. Его произведение – «Достояние мирового культурного наследия». 27 апреля ценителей классической музыки Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» приглашает во дворец творчества детей и молодежи, где состоится концерт в честь Чайковского. Зрителей ждет, как всегда, виртуозное исполнение любимых композиций и, по традиции, уникальные находки главного дирижера. Губернаторский приглашает гостей. Прославленный оркестр устраивает настоящий симфонический праздник, приуроченный к 184-й годовщине со дня рождения великого композитора – истинного символа русской музыки. В этот вечер мы сыграем его самые знаменитые произведения на весь мир известный первый фортепианный концерт для фортепиана с оркестром и шестую симфонию «Патетическая». Первый фортепианный концерт окрыляет слушателей сочным звучанием мелодии. Это признанный шедевр лирической классики. Как два равноправных партнера выступят оркестр и солист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, молодой пианист-виртуоз Бигзат Ракымов. «Патетическая симфония» – особенная, своеобразный итог жизни творчества Петра Чайковского, последнее его масштабное сочинение и один из ярчайших образчиков эпохи позднего романтизма. В этой симфонии человек покидает наш земной мир и уходит на небеса. Оба произведения входили в программу последнего выступления великого композитора. Однако, по словам главного дирижера, именно такой выбор сочинений – творческое совпадение. Самобытные, запоминающиеся, контрастные и гармоничные мелодии любимы не одним поколением. 27 апреля в 17.00 они прозвучат для ульяновского зрителя. Я страдаю варикозом 10 лет. Я не ношу юбки. Лечение варикоза лазером на любой стадии и за один день. Без боли, рубцов, госпитализации. Медицинский центр «Консилиум». Телефон 748-748. Скоро Пасха, пора стирать ковры. Центр чистки. Выбиваем, стираем, сушим, привозим чистыми обратно. 8-927-270-24-44. Время здоровой улыбки. Только сейчас семейная клиника «Клевер» представляет невероятную скидку – до 30 тысяч рублей на протезирование зубов. Наша команда профессиональных ортопедов готова помочь вам вернуть красоту и здоровье вашей улыбки. Мы ждем вас в семейной клинике «Клевер». Улица Рябикова, 56. Телефон 3145-55. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит в жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Поделитесь новостью по телефону 304073 или в наших социальных сетях. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, в ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассниках. Будьте в курсе реальности. Всего вам доброго.